Блин, хотела украсть антистресс, а они уже пришли. Киса-лиса, привет! Отстань, покемон! Ну что ты здесь на? Так, к полету готова! Да уж, киса-лиса. Привет, я Софи, а ты на канале Мэджик Пэтс. А это была наша киса-лиса. Привет, а я покемон Юмичу, подписывайся на наш канал, чтобы нас скорее стало 2-2-2 миллиона. И комменты пиши. Привет, я Эйван. А я Миша, 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 лайк. Ставь нам лайк. Да, и как ты понял, у нас новая гигантская партия слаймов. Огромная куча! А, Юми, не куча, но да, их тут очень много. И сегодня мы с Аней начнем нашу супер-мега распаковку. Кстати, про супер-мега распаковку мы должны ребятам кое-что объяснить сначала. Погоди, тетя Софи, сначала нам надо сказать, чтобы они обязательно шли и посмотрели ролики на нашем семейном канале Мэджик Фэмли. Там вчера вышло одно срочное видео, ссылки вот там. И сегодня вышло еще одно новое видео. Целых два новых ролика с нами. Первый ролик про то, как Аня спасала меня в подвале в заброске. Ага, еще искала две ночи подряд. А второй видос вообще капец. Короче, мы пошли с Аней гулять в лес, собирать грибы. Ссылки будут вот там внизу. Да подождите ссылки. Короче, мы в лесу играли с Аней в прятки и нашли несколько странных мешков. Аня посмотрела, что внутри и знаешь, что там было? Юми, не рассказывай все. Ребята сами сходят и посмотрят, так же будет намного интереснее. Но это было очень жутко. Миш, ты же потерялась в лесу. А мешки нашли мы втроем. Короче, сходишь и сам все увидишь. Приветик, ребят. Ну что, начинаем нашу распаковку? Ага. Эйвен сказал, что это его команда. Здесь только матовые лизуны и пока что это получается самый гигантский слайм. Команда Софи это прозрачные слаймы. Сейчас это похоже на космос. Юми решила выбрать все противные лизуны. И назвала своего гиганта сопли слайм. Да уж, он действительно уже очень противный. А Миша выбрала себе больницу. Это все больные слаймы, которые мы потом будем лечить. Короче, мы хотели сначала с гигантами экспериментировать. Но решили добавить туда еще вот эту кучу слаймов. А потом уже с ними экспериментировать. Но получатся же вообще монстры. Так еще интереснее будет. Ясно. А на твоем канале-то вышло новое видео? Конечно вышло. Так что сегодня новое видео снова на всех каналах. А это, кстати, самые мини-мини слаймы, которые мы раскроем в последнюю очередь. Три, не победи. Да, стань и мечу. Ну что, ребят, погнали. Я знаю, что обычно вы руководите. Но можно я открою вот эту бутылочку? Уж очень она прикольная, и я такого еще не видела. Это что, слайм в бутылке? Ага. Кстати, прозрачный в мою команду. Там что, ящерица, столь? А знаете, есть такие штуки? Типа, когда насекомое в смоле. Не видел. Ну, не знаю, может, ребята, которые смотрят видео, знают? Вот это очень похоже. Там что, живая ящерица, правда? Крутяк. Да нет же, ребят, она не настоящая. А слаймик, кстати, здоровенький. И Софишкиного любимого цвета розового. Сейчас я эту ящерку оттуда вытащу как-нибудь. А давай пока Алиска спит, разыграем ее. Положи ящерицу на голову. Это ваша идея, поэтому когда она проснется, я скажу, что это была не я. Смотри, Софи, слайм твоего любимого цвета розового. Новые пранкеры. А слаймик-то здоровенький. Не в Мишину больницу. Жаль. Ага, он такой холодненький, приятный на ощупь. Очень классный, прекрасно тянется. И вообще, все-таки, люблю я эти полупрозрачные слаймы. Они такие хорошенькие. А ты попробуй его растянуть до прозрачности. Сейчас, секундочку. О, да, шикарный слайм. Ну что ж, Софи, первый лизун идет в твой прозрачный космослайм. Ну, раз начали с командой Софи, давай откроем вот этот голубой мой цвет. Хорошо, Эйвен, как скажешь. Кстати, ребят, на нем написано Magic Slime. Вы Magic Pets, наш семейный канал Magic Family, я и не Magic. И мы открываем Magic Slime. Большой. Целый тубус в мою команду. Интересно, ребята, которые нас смотрят, знают, что такое тубус. Ань, ну ты что их за дураков держишь? Нет, ну просто слово такое, знаете, не особо распространенное. В прошлый раз у нас тоже были такие бутылочки со слаймами. И так всегда прикольно их оттуда доставать. И в этих бутылках их всегда так много, что слайм получается очень... Извините, конечно, но это похоже на... Юмичу, без комментариев. Это просто голубой слайм в бутылке. Как же долго его оттуда доставать? Ну что, покажи-ка его. Посмотрите, какой он большой. Он умещается в двух моих руках. Очень тяжелый, в отличном просто состоянии. И в нем еще красивые блестки. То есть он не попадет в мою антистресс-больницу? Нет, Мишань, слаймик абсолютно здоровый. И мне нравится, что он такой большой и тяжелый. А еще он холодненький. Мне вот всегда интересно, почему слаймы холодные? Они как лягушки. Юми. А что, лягушки это хладнокровные. Чуда вы дюни учили? О, как же он круто тянется. Вообще шикарный. И такой большой. Мне он очень нравится. Ну что ж, Софиш, это отличное пополнение в твою команду. Ну ладно, все, хватит. Давайте матовый уже откроем. Вот этот беленький, чтобы добавить яркости в мою команду. Ладно, ладно, Эйвен, хорошо. И да, действительно, ты прав. После того, как мы смешали матовые слаймы самых разных цветов, твой гигант стал какого-то странненького цвета. Как мой собственный слайм. Вообще-то он типа фиолетовый. Но яркости ему добавить точно не помешает. Этот тубус, кстати, поменьше, чем предыдущий. Внутри белый матовый слайм, а еще куча блесток. Мне кажется, когда мы их смешаем, будет очень красиво. Только сейчас его нужно для начала оттуда достать. Ой, вместе со слаймом тут тоже что-то достается. Это какие-то шарики. Но, к сожалению, всякие вот такие вот шарики мы в наши слаймы добавлять не можем. А почему мы не можем? Должно быть типа вот так вот, но шарики нам придется убрать. Ну как почему? Потому что вы же потом собираетесь экспериментировать с этими гигантами. И в том числе мы будем смешивать их в блендере, да? Да, и если в миксер попадет всякий пластик или резина, мы либо испортим этот миксер, либо испортим ваши слаймы. Ну вообще-то мы и собираемся их портить. Может быть вы собираетесь портить слаймы, но я не собираюсь портить миксер, Юмичу. Да, уж наш один блендер по имени Ваня уже умер. И я не хочу, чтобы умер еще кто-нибудь. Если предыдущие слаймы были новые и покупные, то этот слаймик явно самодельный. Но несмотря на это он тоже очень прикольный, а еще он очень-очень тяжелый, ребята. И самое главное он большой, а это значит я продолжаю побеждать. Да, уж он точно тебе добавит размера. Видишь, тетя София говорит и не победит. Отстань Юми, вот кто не победит, так это ты, не так уж много противных слаймов. Ребят, ну хватит спорить вам, а? Для изменения цвета моего гиганта я сегодня хочу открыть еще вот всякие яркие слаймы. Хорошо, Эйван. Но сейчас распакуем лизуны в мою команду. Мы только что в твою добавили целый килограмм. А я себе лизуна нашла. Что, что это, Юми? Это что за монстр? Вот и я говорю, смотрите, у него там что-то внутреннее непонятное. Как будто это органы в банке. Юми, ты и вечно так жестко шутишь. А что нельзя? Да можно, просто говорю, что шутки у тебя жесткие. По просьбе Софиши, пластиковое НЛО, а там новенький слайм нереально красивого цвета. Ой, правда очень красивый. Лепешка. Эйван, ты просто злишься, что мы опять натрумаем прозрачный слайм? Да ничего я не злюсь. Может ты и проиграешь в этой слаймойне? Ой, ну вам лишь бы спорить. Кто круче, кто нет. Смотрите лучше, какой слайм. Кстати, у меня вот есть вопрос для ребят, которые нас смотрят. Я в слаймах вообще не профи. Я их делать не умею и вообще я рукожопик. А вот это правда. Ага. Я вообще к ребятам обращаюсь. Эй, ну так вот. А кто здесь ребятам? Мы или они? Ты нас тоже ребятами называешь? Вот именно. Короче, я обращаюсь к зрителям, нашим мэджикам. Что еще можно делать со слаймом? Да, он прикольный. Чтобы как бы продемонстрировать его лучше. Кстати, это опять мэджик слайм. И он опять твоего любимого цвета, Софи. Ну, вообще-то он не совсем розовый. Ну, он бледно-розовый, прозрачно-розовый. И тоже, кстати, новенький. То есть вот я их, например, растягиваю, скручиваю. Рассказываю, какие они по структуре, плотные или нет, тяжелые или легкие. А что еще про слаймы говорят профессиональные слаймеры? А может, нас вообще смотрят какие-нибудь профессиональные слаймеры? И они дадут совет, как нужно демонстрировать крутизну слайма. Или наоборот, его... Его тупость. Да при чем здесь тупость, Софи? То, что он не очень хороший. О, слайм с русалочкой. А там... А там звездочка и большой пузырь. Ой, это не пузырь, это... Аня, вот ты правда ведь рукожопа? Как оно светится? Блестяшечка. Ага, много мы антистрессов порубили с этими мигалками. Вот я говорю, у Юми какие-то жесткие шутки. Органы в банке, порубили антистрессы. А еще она очень любит шутить про... Нет, Софи, только не это, молчи. Погас. Ага, эта штучка загорается только когда обо что-то ударяется. Смотрите, какая тут красивая звездочка. Это типа морская звезда. Наверное, Миш. Короче, вот так вот должен типа выглядеть этот наборчик. Но, к сожалению, звездочку и блестяшку нам придется убрать на случай блендера. Неинтересный слайм. Вот именно. Эй, вы, слушайте, очень даже интересный. А я вот тоже с Мишкой согласна. По-моему, это прикольно. Слайм прозрачный, как вода. Обычно слаймы цветные, а этот вообще не имеет никакого цвета. По-моему, это классно. Он очень хорошо тянется и абсолютно здоровый. Так что, Софиша, это пополнение в твой космолизум. Надеюсь, он тоже сегодня увеличится в размерах. Но меня ты точно никогда не победишь. Давай откроем вот этот яркий-яркий. Ох, не понимаю я вас, почему вы всегда конкурируете. И вы уверены, что это слайм вообще? Какой-то он немножко странный на вид. Мне кажется, он сделан при помощи цветного воздушного пластилина. А может я побежу? Ой, отстань, Софи, ты точно проиграешь. А вот и посмотрим. А мы вообще-то договаривались, что воздушный пластилин не считается. Ох, какой же он красивый. Нет, Софиш, мы не совсем так договаривались. Мы говорили, что только воздушный пластилин не считается. А если из него сделан вот такой вот слайм, который тянется, крутится, и все-таки похож на слайм, то считается. Посмотрите, как красиво это выглядит, я не могу. Но он же не похож на слайм. Очень даже похож. По-моему, тоже похож. А Миша всем поддакивает. Ааа, не правда? Ну, Софиш, эта штука явно очень тянучая, поэтому можно считать, что это слайм. Наконец-то мой гигант снова станет ярким. От Алисы Пресленевой на этой баночке. Ой, 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 написано. Давай, давай, Рукожет побольше, чтобы испортить его гиганта. Вот, Софи, ну какая же ты, а? Ребят, смотрите, этот слайм мне что-то напоминает. Может быть, огонь? Да-да-да, Мишань, близко. Не огонь, а лаву. Самое классное, что он действительно такой яркий, практически ядовитый, неоновый такой цвет, а в нем еще есть частички розового и какие-то финтифлюшки для украшения. Он немножко липковат, но думаю, если его хорошенько помешать и размять, то он станет нормальным. Да, в принципе, он в хорошем состоянии. Ты Эйвену помогаешь, потому что вообще-то испорченные слаймы идут в Мишну антистразбольницу. А он и не испорченный. Софиш, по-моему, его нельзя считать испорченным. И вообще-то, кому я помогаю, так это вам всем распаковывать это огромное количество лизунов. И на это уходят даже не часы, а дни. Смотри, какой слаймик розового цвета твоего любимого. Да, только он в команду Эйвена. Блин, да я-то тут при чем? Что-то на меня обижаешься, вы сами так команды распределяли? Эйвен выбрал матовые слаймы сам. Может быть, я тоже хотела матовые? Смотрите. М? Нет, Юми, только не лизать. Ой, ладно, ладно. Покемоны лишь бы что-нибудь съесть. Короче, по-моему, слаймик очень милый. А еще он вот так хрустит. Че хрустит? А, че это? Это че за фигня у меня на голове? Думали напугать? Я знаю, что это вы. А давай откроем то, что показала Юмичу. Вот именно. А то в наши с Мишей команды сегодня еще никто не поступил. В больницу и сопли слайм. Значит, больных слаймов пока нет. И страшных. Ладно, ладно, давайте посмотрим, что это. Что-то мне подсказывает, что это не новый слайм. Хотя он в специальной баночке из-под слайма. Но почему-то мне кажется, что это что-то самодельное. И я не понимаю, что там внутри. Выглядит это как-то противненько, если честно. Это что такое вообще? Это че, правда? Органы, да? Ох, Юми. Боюсь, ребят, нам понадобится все-таки Мишина больница. И внутри это... Это что это? Почему он такой странный? Он явно не здоров. Это, ребят, пакет. Полиэтиленовый кулек. Че, правда? Ой-ой-ой-ой. А слаймик этот, хотя и может быть красивого цвета без пакета, но все-таки он не здоров. А еще у него в конце были такие украшения синенькие, голубенькие. Но, к сожалению, он болен. И если честно, я немножко стрессанула, когда мы его открывали. И мне нужно идти мать руки. И мне нужно идти снимать и монтировать новые видео. Так что я думаю, на сегодня мы закончим нашу распаковку. Но завтра уже продолжим, да? Жаль, конечно, что это не в мою команду. Да, как и в прошлый раз, наша распаковка будет длиться несколько дней. Ну, а ты тогда иди пока и смотри новые ролики на других наших каналах. Скоро снова увидимся и продолжим нашу распаковку. Пока, Сики. Пока.